здравствуйте дорогие друзья сейчас мы на картах таро посмотрим интервью американского журналиста такера карлоса на в москве и с кем же он все-таки общался с михал ивановичем с василичем или же кто-то другой как раз мы проверим вот этих двоих теперь кто такой михал иванович это псевдоним путина его там все его друзья так называют не по имени и отчеству михал иванович это его псевдоним вот сейчас мы посмотрим с кем же общался такер это такер карлоса который приехал в москву брать интервью у михал ивановича как бы или же у этих двух персон теперь михал иванович чуть эта карта потянулась смотрите михал иванович кто он такой теперь раз когда вот эта карта выходит смотрите вообще когда гадаешь на человека то это человек на этого человека гадать нельзя но его и нету или какая-то кармическая задача с ним происходит или произошла каком-то времени теперь василич с кем же общался карлоса и вот тот который 3 теперь смотрите раз уже вышла вот эта карта даем шанс подтвердить что это человек где-то сейчас я потусую почему это карта вышла это квадрат малевича кто же такой михал иванович это псевдоним так теперь я беру старшие арканы три солнца три луны и так далее сейчас посмотрим что скажут тройной таро старших арканов так такер такер выходе расскажи с кем же ты брал интервью у михал ивановича у василича или же у третьего персонажа с кем же он все-таки общался так теперь вот он такер карлоса это михал иванович это его три масти 3 масть для василича и другой это получается кто перед ним встали трое героев внутри героя до три героя так теперь здравствуй такер скажи ты прибыл брать интервью в москве у кого такер прибыл до примчался это закрытая тема и это повестка была неожиданная и смотрите это получается мир мировая мировой журналист мировой журналист высокого качества который приехал говорит тет на тет с путиным или же тут михал иванович василич или же кто-то третий герой так теперь это было неожиданно для него и смотрите он был возмущен вот это 21 аркан перевернут и это война внутри все у него кипела это буря ну как бы будем так говорить буря где он держал себе спокойствие не выражая свой гнев держался молодцом вот он действительно хорошо себя показал теперь здравствуй михал иванович черный квадрат малевича смотрите вышел император черный квадрат малевича квадрат квадрат император данный император в квадрате малевича это закрытая тема это того через это того данный император где работа его шла полным ходом показала то что смотрите вот судя по старшим арканам раз-два-три-четыре-пять пять карт старших арканов данная работа присутствует да но она не присутствует это то что то что михал иванович михал иванович псевдоним путина показывает что он закрытый его нету но он есть тут получается есть этот яркий персонаж юпитер тоже солнце это власть но это солнце смотрите солнце черное солнце он в черном солнце этот свет пробивается тем что он как бы показывает что он работает поэтому михал ивановича нету нету его и такер сильно удивился как же так что я скажу миру и он был возмущен внутренняя война в нем возникла и где он должен скрыть свои эмоции и он сильно переживал такер как же так я же что не вижу михал ивановича хотя работа шла над тем что он как бы он работал теперь василич может он с василич им общался василич красавец но ведь температур который подсобил видите подсобил прекрасно он прекрасно справился данной задачей это вода и вода теперь смотрите сейчас я вам покажу императора видите крест на нем стоит крест и 12 аркан тоже крест вот видите вот так вот вот если брать ноги смотрите положение ног он жертва он жертва василич жертва он будет тоже в черном квадрате его очередь придет но михал ивановича нету он черном квадрате о нем разговаривать нельзя и этот человек как бы есть но его нету но есть его энергия это фантом но это образно фантом это и искра искра которая работает только то есть то есть имя фамилия отчества ввп вот это и есть ввп а сама личность где-то там а находится далеко за семью печатями вот эта тема теперь смотрим дальше и поэтому смотрите он подсобилом такеру 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 показал свое остроюме вполне прекрасно но он как бы дух его показал дух энергию ну там по истории там показал все теперь может это третий герой третий герой если и третий герой тут получается обман да в этом обмане из-за третьего героя смотрите видите у всех у них них ноги крестом видите крест 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 это получается данные герои это жертвы один жертва вторая жертва и третья жертва в обмане значит были еще запасные в обмане может это четверник это четвертый поняли да и он под защитой значит есть еще один там получается супермаркет что ли по изготовлению вот этих вот василичей всяких теперь смотрите с кем же он брал интервью в общем я объяснила значение каждой карты и все они жертвы жертвой которые окажутся в этом черном квадрате потому что энергия ввп находится вот здесь и он не видел его он как бы знал что его работа присутствует то есть и вот эти три буквы теперь удивление или же с кем же он общался его взгляд взгляд это карлосона такера карлосона на эти три позиции на эти три позиции на даже такие карты вышли так смотрите вот он посмотрел его работу это карлосон смотрит на него на эти три буквы удивился не удивился на василича как он поглядел и может на третьего героя посмотрел может он его и не видел так теперь смотрим дальше так кого же он увидел михал иваныча василича или же четверник пятерник или кто они там есть так я вот здесь у которой четвертник что с ним этот человек получается которые молод моложе этого и он может как бы себя преподнести и он где-то в разъездах значит это командировочной его куда-то отправляют общаться на командировке вы командировки вот так вот это запасной теперь или же когда он был тут уехал куда-то теперь что же увидел это мысли мысли к ввп мысли к ввп с кем же я общаюсь видите сатурн перевернутый получается я что сам с собой общаюсь и или же он общается с какой-то командой эта команда работа команды которые обрабатывала данную работу это работники которые изобразили работу михал иваныча псевдонима и они как бы сидели за столом с с этими людьми значит он с ними общался этот разговор был где-то два-три человека наедине тому было два-три героя значит такер и еще кто-то так теперь может он нас василич чем разговаривал даст василич и атакера карлосона сердце заболело что я вижу подумал он это не это невыносимо как же так я выдержал я все выдержал я сделала все как положено но у него сердце болело глядя на этого героя ну что он таблетки какие-то выпил знаете там успокаивающие но он сильно расстроился или удивился и сказал ничего себе ребята да так теперь он удивился этому василичу и может быть это третий герой интервью вот смотрите видите солнце до император императора солнца императора солнца данный герой который 3 смотрите и интервью брать с ним нельзя потому что этого куда-то отправили значит он разговаривал с василичем вот так вот потом смотрите я еще знаете я никого не не вожу заблуждение я вот стараюсь чтобы вы меня поняли смотрите карлосом сильно озадачился да он выпил для храбрости с кем-то чтобы поговорить как бы с именем отчество но сердце у него заболелось и сжалося когда он увидел полноту энергии где василич вода вылил все что думал что надо и не надо по истории истории империи российской империи это вылить сполна но исторический фактор он подтвердил по-своему и у дакера тогда на тот момент вода все внутри перемешалось а эта история мир этот мир и у него сердце сжалося глядя на вот эту историческую исправку а чтобы разговаривать с этим человеком это готовился какому-то отъезду или же в командировку но в китае не в китай этот получается командировочный вот вот такие карты вышли сушки я очень сильно как бы в шоке да так что получается он разговаривал с василичем теперь папка папка богдана хмельницкого действительно ли эта папка была настоящая с перепиской там с екатериной царской екатериной где богдан хмельницкий там что-то писал с просьбой чтобы они соединились с украина с россией действительно ли этот документ настоящий сейчас на документ будем смотреть так ну хорошо видите вылил спал на так теперь раз два три четыре видите карты показали эмоции эмоции бедного атакера где он в шоке от этого кошмара и забурлила в нем вот это все где он не мог высказать свое мнение но слава богу тогда перед интервью он со своей с этими работниками как бы выпили для храбрости но я так поняла карты виде работа и выпивка что якобы что вот смотри сейчас придет василич и ты не удивляйся сейчас будешь слушать историческую справку про нашу страну вот значит есть еще один у них дома так записки богдана хмельницкого папка вот она справка карта с картами там с письмами что за папка ниже не пошла теперь смотрите да я понимаю что это прошлая история которая произошла месяц назад где-то плюс-минус но просто карты показали эмоции такера красиво и как постарался василич вылить полностью полностью всю историю для бедного такера карлосона где он ужаснулся ужаснулся ужас какой слушайте бедный как он выдержал как теперь смотрите вот папка богдана хмельницкого какая она это старая старая папка ведь этот богдан хмельницкий шоу-шоу до кремля до россии импера империи и что-то нес по защите где этот документ подтвердил что этот документ настоящий смотрите тут честно все значит богдана хмельницкого папка настоящие и под защитой и данный документ скрепленный это лед огонь и огонь ну тогда украина как бы нуждался в помощи ну еще папка настоящая так теперь сейчас мы позовем цыган что скажут цыгане по поводу такера михал ивановича псевдонима василича и вот этот который командировочный я цыгане вот они видимо это как запасной смотрите это фигура можно езжать туда приезжает туда они он под защитой и он тоже выполняет эту функцию император император и этот который 12 орган василич он увертливый он знает как себя вести это юла он может себя преподнести так что переплюнул даже того настоящего так цыганский оракул скажи пожалуйста как ты рассматриваешь такера в москве вот такер он понял что это к несчастью он шоке вот видите до 13 аркан 21 аркан он сказал ничего себе да так теперь смотрим на тот момент когда он брала интервью михал иваныч скоро женщина на кладбище ну где-то там а в рекламной паузе так василич василич который был предъяв представлен перед такером карлосоном тоска но тут как бы грустная женщина этот веселый парень но можно сказать шутник у себя на знает эту работу он историю знает немножко тут видите как бы павлина вышел он тут получается если вот так это высоко знать историю до про историю а так высокомерие это получается может как бы узкий профиль но как то что то вот такое но все равно молодец справился теперь это тот который четвертник пятерник смотрим это командировочный вот видите он страдает он на цепи он прикован к этой работе ему сказали никуда ты не поешь будешь делать то что мы скажем скрытая информация эти защита камера комната где над ним работают также как вот над этим так теперь удовлетворение удовлетворение такера карлосона по поводу интервью это удовлетворение но он сильно удивился я в шоке я представляю как он очень сильно сильно удивился можно сказать охренел от всего этого ну вот если такие карты смотрите тут конечно хренишат всей этой жизни такой так и вот еще одна карта это удовлетворение такера карлосона он заработал хорошие деньги сюрприз ну молодец кто как может так и зарабатывает 13 аркан видите тут он помчался трансформация он пересмотрел полностью историю понял что такое россия он понял полностью что же творится по поводу вот этих героев его мысли и он пожелал еще раз встретиться где можно было поговорить видите до 13 арканы тринадцатый значит он не прочь еще раз заработать деньги и встретиться как всегда ну он уже понял что такое деньги и он знает с кем будет разговаривать может еще будет стрелка ночью мы такие карты вышли ну на удачу теперь каждому из героев где была ты удача тогда для михал ивановича васильевича и чем заключается у четвертника командировочного героя который выполняет работу в в п так начали госпожа удача для кого ты добрая для кого он иначе значит такер может еще раз приехать может он знаете на 7 мая приедет ну вот я так подумала чё то опять скажет здравствуйте мы рады с вами поговорить еще раз я бы послушал про историю так госпожа удача почему ты покинула тогда михал ивановича так теперь но удачу васильевичу веселый парень и тот который запасной госпожа удача для кого ты добрая для кого иначе так раз два три четыре удача выходи расскажи и подтверди так раз два три четыре удача приходи удача расскажи почему ты покинула михал ивановича как ты стараешься для васильевича и того который вынужден выполнять свою работу и быть в командировках но здесь мы поняли что он приедет так теперь вот удача удача для михал ивановича трансформация переход материальный успех деньги смотрите деньги перевернутые в обмане его деньги его имя с деньгами работает на полном ходу и она скрыта значит просто есть имя которые на котором есть какие-то деньги и счета в обмане тем более 18 аркан и пустая карта смотрите деньги в неведении на кого они пишутся кто его знает да там уже они сами разбираются так теперь для васильевича госпожа удача красавец надежда может у него женщина там есть какая-нибудь подружку ему подогнали нет тут получается смотрите васильич ведь и вор это криминальный человек это криминальный человек при своей надежде я думаю с женщиной да тут нету женщины видите это как бы он не женщинами спит тут что-то другое у него вообще получается если он уголовный элемент вот когда 15 аркан это это криминал это человек сидевшие или же как бы живет по своим понятиям это вор предатель но еще карту я называю педалаз значит он других взглядов и если как бы смотреть на женщину это его удача кошмар чем заключается удачи на нужны ему женщины этому парню тут какие-то деть детей доверять ему нельзя значить этот такой персонаж он него какие-то отклонения значит есть ужас маме я теперь его тот который командировочные у него есть надежда на то что он не станет жертвой но он как-то живет при своем удовольствии но его кормят поют наряжают и он не станет жертвой вот видите как вот так вот вот один из них но вот это жесть чушь можно сказать по этому вопросу у меня нет слов я и так матюкаюсь тут еще это очень интересный персонаж которого они нашли и его используют и ему как бы в его удовольствие виде как женщина да можно так сказать тут дьявол до по-женски он идет как бы с ними им на контакт по-своему тут своя свой взгляд на это на эти события но я уже стараюсь слова подобрать вот очень вот такой вот василич он извращенец помолвка да он это же жениться вот она королева звезда видите помолвка он извращенец он любит общение с кем-то там а вот 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 эти две карты жесть через 15 аркан король воды да вот такой вот персонаж но историю зато знает чешет хорошо лапшу на уши вешают всему населению население ушами хлопает даже такер такер понял с кем он общается бедолага сердце защемило у него это несчастье он понял куда он попал но денег не откажется все и бунт видите море вода это бурление возмущение куда я попал мама мия санта-мария сказал он сам себе еще все спасибо вот так вот всего доброго всех вам благ